Всем привет! Меня зовут Стася Грик и сегодня мы поговорим о минусах работы бровиста и косметолога. Я решила объединить эти два направления, так как минусов у них крайне мало. Конечно, первое это пресловутая непунктуальность клиентов, но это поправимо, если приложить немного усилий, об этом я уже говорила в предыдущих видео. На самом деле, это одни из самых простых и кайфовых областей в бьюти-индустрии. В общем-то, нужно только иметь хороший запас знаний и понимать суть. Физически это не трудоемкие области. Каких-то серьезных минусов в этих профессиях нет. Можно работать и стоя, и сидя. Единственное, что вы будете находиться очень близко к лицу клиента. Я очень легко решила этот вопрос, надевая маску и никаких проблем. Что касается бровистов, так там вообще все просто. Нужно соблюдать все правила и обладать хорошей симметрией. У косметологов немного посложнее. Я говорю только об эстетистах. Первый минус. Иногда при чистках случается контакт с кровью. Обязательно нужно пользоваться антисептиком и перчатками. Нужно соблюдать все правила безопасности. Второй минус. Высокая ответственность за здоровье человека. И быстрая реакция при нестандартных ситуациях. Например, у клиентки может быть непереносимость какого-либо препарата. И она может не знать об этом. Важно не растеряться и оказать ей первую помощь. Может быть и такая ситуация, что у человека начался приступ, например, эпилепсия. Вы также должны знать, что делать. Подобные ситуации, конечно же, большая редкость. Но они могут произойти, и вы должны предвидеть их. В остальном минусов нет. Это хорошая и благодарная работа, которая требует много знаний, но и отдача хорошая. Сегодня я заканчиваю мини-блог о минусах работы. И в следующем видео я расскажу, для чего нужно посещать курсы и семинары. Всем спасибо за внимание. С вами была Стася Грик. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.